170 миллионов тонн. Такой объем золы скопился в Омске. И каждый год он растет. А все потому, что ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 продолжают давать стране угля. Что делать с накопившейся золой? Варианты обсудили на заседании рабочей группы Министерства строительства. Золошлак используют при ремонте и строительстве дорог. А еще это вторсырье при производстве стройматериалов. Поэтому в Омске могли бы сэкономить на покупке щебня и арматуры. За счет этого, кстати, можно было бы снизить стоимость квадратного метра жилья. Не секрет, что основные строительные материалы, такие как щебень, арматура, цемент, это привозные материалы в Омске области. Поэтому велика составляющая в их стоимости, составляющая это стоимость доставки. Перерабатывает золо в Омске пока только одна компания, но исходного материала слишком много. Золоотвалы в Омске – это практически золотая жила. Только, как и везде, нужны начальные капиталовложения. Зато предприятия, которые заинтересуются золой, не только наладят производство стройматериалов, но и поправят экологию. Черный снег, что летит в Омске почти каждую зиму, напрямую связан с переполненными золоотвалами.